За мужество казахстанским школьникам рассказали о казахстанской армии. Как подрастающее поколение отреагировало на визит в школу заместителя министра обороны страны. И зачем ученикам решили рассказывать о силе вооруженных сил. Обо всем прямо сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok министра обороны генерал-майор Талгат Мухтар. Для учащихся это стало настоящим сюрпризом. И ребята буквально закидали его вопросами. Школьников интересовало все. От того, как стать генерал-майором, до кумиров самого заместителя министра. Генерал-майор дәрежесіне жету жолдарын сұрогат мөтсендсі. Сұл сияқты генерал болу үшін, әрине, уақытсында мектепте оқып, және, аскери білім ауың берек. Ерлік кістермен қазақ батырларынан таныма болған сіз кімде идеалы санайсыз? Бұл күсіне біз тәрбиесін алдық. Сол күсінің қолын асында қызмет еттік. Қазақ бігенде. Такие уроки, по мнению и педагогов, и военных, помогут воспитанию настоящих патриотов. По-настоящему преданных своему отечеству. Впервые во всех школах страны Министерство обороны совместно с Министерством образования и науки проводит уроки мужества в рамках празднования 550-летия казахского ханства и 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Это первый главный установочный урок. Необходимо отметить, что данный урок востребован временем, имеет широкий спектр патриотического воспитания. Для этого специально был разработан комплекс мер для качественного проведения уроков мужества. Всего уроки мужества в казахстанских учебных заведениях провели больше 1300 военнослужащих вооруженных сил нашей страны. Урок мужества прошел и в Республиканской военной школе Жасулан имени генерала армии Сагадата Нурмагомбетова. В нынешнем учебном году сюда поступили 82 ученика. Теперь в школу принимают учащихся, окончивших не седьмой, как раньше, а девятый класс общеобразовательной школы. Мы изучаем опыт. В основном это Российская Федерация, Беларусь, Республика Беларусь, Украина, также Турция. Ряд офицеров наши ездили в эти страны, изучали опыт. Но, естественно, нам ближе всего, конечно, опыт стран СНГ. Курсанты Жасулана настоящие патриоты. Многие из семей военных. И мужеству эти ребята учатся каждый день. Дядя 15-летнего даулета служит в войсках. И парень тоже решил посвятить себя защите Родины. Юноша мечтает стать разведчиком. Поступил в эту школу в 2010 году. И с того момента посвятил свою жизнь военному делу. И я с удовольствием закончу эту школу, потому что здесь есть хорошие учителя с высшим образованием, хорошие офицеры высшего класса и хороший коллектив, сплоченный годами. А также мне нравится здесь учиться, потому что здесь созданы все условия для того, чтобы стать достоинным защитником своего отечества. Для учебы здесь, Уланом, созданы максимально комфортные условия. Ребята находятся на полном государственном обеспечении и ни в чем не испытывают недостатка. Государство полностью обеспечит их учебой, учебно-материальной базой, жильем, общежитием, продовольствием и вещевым имуществом. Полностью за счет государства. Также все культурно-массовые мероприятия, также все выходы в горы, также летную подготовку, конную подготовку. Все за счет государства. Распорядок дня у кадетов напоминает и армейский, и школьный. Подъем ранним утром, осмотр внешнего вида, физическая зарядка. После школьные занятия и уроки физической подготовки. Военное будущее нашей страны боксирует, плавает, борется, ходит на лыжах. Ну и, конечно, военная подготовка. Отдыхают воспитанники два раза в год. Месяц зимой и три летом. Случаются, как в настоящей армии, и увольнительные. Поступить в школу непросто. Экзамены проходят только самые лучшие. Поэтому каждый из учеников и нацелен на результат. Усиленно изучает школьные дисциплины и занимается самосовершенствованием. Преимущество нашей школы в том, что ребята имеют возможность, не выходя из здания, в библиотеки, в компьютерных залах, дополнять свои занятия и готовиться к домашней задания. Значит, преимущество также в том, что здесь, конечно, дисциплина. Единое национальное тестирование сдают все учащиеся. Непрошедших нет. В прошлом году средний балл ЕНТ в школе Жасулан составил 83. В 2011-м жасулановцы переехали в новое здание. Под одной крышей расположены 12 классов интерактивного обучения. Компьютерные классы, лингофонные кабинеты, спортзал, казармы. На территории стадион и вместительный плац. Школа уже получила признание международного сообщества и стала одной из авторитетнейших в Международной ассоциации суворовцев и кадетов в СНГ. Самая главная наша цель, наша школа, это дать гарантированное среднее образование, гарантированное нашим несовершеннолетним гражданам Казахстана с ранней ориентацией на поступление в высшие военные учебные заведения как нашей страны, так же и дальнего и ближнего зарубежья. Проводятся для школьников и практические уроки мужества. Такие, как военно-патриотический сбор молодежи Айбен. На первом в истории страны сборе девушки и парни, участники военно-патриотических клубов, воспитанники республиканских военных школ-интернатов, республиканской школы Жасулан и лицея Арестан, студенты военных кафедр высших учебных заведений показывали себя в военно-прикладных видах спорта. Три дня в полевых условиях молодые люди соревновались в подтягивании на перекладине, стрельбе из автомата Калашникова на 100 метров, пневматической винтовке, надевании противогаза и в военно-медицинской подготовке, наложении первичной повязки, эвакуации раненого. Главными задачами сбора стали совершенствование военно-патриотического воспитания молодежи, координация деятельности военно-патриотических клубов, подготовка молодежи к воинской службе вооруженных силах, формирование у них необходимых навыков и умений, пропаганда здорового образа жизни. В рамках военно-патриотического объединения Айбин, я считаю, актуально сейчас рождение патриота, военно-патриотического клуба сейчас стоит на первом плане, особенно в школах, секциях, кружках. Это актуально, поэтому сейчас было принято решение на базе Спасского полигона провести этот сбор. А уроки мужества тем временем в казахстанских школах планируют сделать традиционными. Правильно, воспитанный патриот должен служить отчизне и быть готовым защищать ее. Настало время, когда необходимо активизировать целенаправленную деятельность по формированию у казахстанцев высокого патриотического сознания, а значит, совершенствование военно-патриотического воспитания, его методологической, информационной и организационной составляющей является требованием настоящего времени, которое должно реализовываться на всех уровнях. И это не просто высокие слова. Защищать свою родину до последнего дыхания способны только настоящие патриоты, для которых честь и совесть гораздо важнее личной выгоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова